всех приветствую на своем канале сегодня мне на ремонт при попала мышка беспроводная в ней плохо работает скролл и сегодня попытаюсь ее восстановить также там заедают некоторые кнопочки если посмотреть вот мы перемещаем он прыгает вверх вниз иногда вообще заедает вот видите как он себя ведет но это еще как бы ничего на ноутбуке я проверял там вообще он туда сюда бегает и сейчас я расскажу как это все сделать конечно самый идеальный вариант это его заменить но не всегда получается найти идеально подходящий и мы отремонтируем попытаемся точнее отремонтировать тот что там стоит внутри а сейчас разберем мышку и посмотрим как она устроена чтобы разобрать мышку нужно как правило отклеить эти накладочки которые хорошо скользят по разным поверхностями под ними как видим находятся саморезики и теперь разбираем как я уже не раз рассказывал очень удобный коврик можно по ячейкам слаживать разные запчасти болтики и другие мелкие запчасти особенно когда ремонтируете что-то мелкое допустим те же мобилки планшеты ну и неважно даже та же мышка это довольно удобно можно раскладывать какой-то очередности как разбираете чтобы было потом легче в обратной очередности собирать и так вот мы расковыряли мышь вот детали которая отличает за работу скролла и и сейчас я выпаяю и сделаю кое-какие манипуляции с ней конечно желательно использовать паяльники предназначены для этого ну можно умею пользоваться и обыкновенным паяльником не забывайте перед началом работы почистить жало конечно лучше эту операцию делать феном я сейчас фен не буду использовать показываю что просто ее можно также сделать паяльником потому что я понимаю что фены есть не у каждого так вот на эту деталь выпаяли сейчас почищу ножки от остатков олова и теперь я ее сейчас разберу от огнем эти вот контактики и самим чехол вот из чего это все состоит это нужно все хорошо почистить контакты итак деталь собрана остается запаять есть несколько вариантов прочистить контакты я про некоторые из них уже рассказывал один из них это взять медицинские иглы разного диаметра и вставляя их прочистят контакты а сами не будут прилипать к ним точнее не будет влипать никакое олово первые контакты есть второй есть и третий контакт тоже есть осталось отверстие под держатель вот отверстия прочищены и следующий вариант можно использовать такую для снятия припоя ленту сейчас покажу как получается при помощи нее побольше канифоли или какого-то другого флюса на паяльнике можно поднять температуру так и сейчас все это все дело промою итак смотрим как получилось конечно при помощи этой ленты намного удобнее и надо купить отдельно хотя можно использовать распушенный экран от некоторых проводов монтажных если не тоненькие все как видим ставилась очень просто осталось запаять я чаще всего использую два олова одно без свинцовая дно свинцовая на без свинцовая тоже низко температурная поэтому сейчас покажу как она паяет так деталь запаяна осталось промыть а еще кнопочку заменить и можно испытывать кнопка выпаивается намного проще так как она имеет всего лишь три вывода опять же зачистим контакты если пользуетесь лентой кто не забывайте побольше флюса и ник или канифоль если пользуетесь канифолью я если нету какой-то надобности флюса стараюсь пользоваться канифолью как бы меньше химии все контакты зачищены осталось подготовить новую кнопочку кнопки я заменил одно уже запаял сейчас вторую допаяю и будем собирать промоем не будем собирать промываю я медицинским спиртом и палочками ушные и так все собираем так мышка собрана остается ее проверить опять на той же самой страничке пробуем скрол смотрим скрол идет нормально плавно без рывков кнопочка левая мыши правая кнопка все работает кнопка скролла как видите отремонтировать мышку не такая уж и сложная задача и не обязательно это проводная или беспроводная мышка я делал на примере беспроводной мышки ну примерно то же самое и в проводных мышках даже еще проще надеюсь что это видео было полезно будут еще много интересных видео не забудьте подписаться на канал всем приятных просмотров и до новых встреч